И так, ну что ж, Ария Рума, и маленькие любители покушать, и всего того, что вращается у микрофона, как всегда, ваш покушен слугам Амору, и это великолепная заборочка Майнкрафт с модом Грейт. И как я люблю это говорить, и всегда об этом говорю, за кадром вы зашли кое-какие маломальские изменения. В частности, эти изменения коснулись многих аспектов нашей базы, но они были не так уж сильно важны, просто были необходимы. Здесь, как вы можете видеть, просто расширилась наша площадочка для экспериментов и построения разного рода техники. Я здесь понастроил еще разных 8 чанков. То, что касается нашей основной базы, тут были тоже маломальские изменения. Они коснулись только того, что вот здесь вот ферма, которая была построена, переехала вот сюда. Также здесь были количество этажей все-таки увеличены до 4 штук. По моим расчетам, а вернее по расчетам, которые сделает здесь Майнкрафт Крейт, одна ферма на вентиляторе и магмовым кубом снизу способна обеспечить 4 вот такие вот этажа для того, чтобы производить ягоды, которые мы уже здесь благодаря двум мультисервер-прессам перерабатываем в монеточки, и монеточки уже плавятся на слитке. Это все было необходимо мне сделать, только потому, что у меня стало очень сильно не хватать именно серебряных монеточек, которые я мог как-либо тратить. В связи с этим и все это было задеяно. Также это помогает нам здесь очень нехило так разгрузить систему, но на самом деле легче так особо-то и не стало. И последний нюанс, очень, наверное, самый важный для всей нашей базы, касается ада. Я просто не мог не показать того, что я здесь немножечко видоизменил, и здесь сделал точно такой же механизм вращения. То есть здесь у нас стоит печка, в нее погружается булыжник, здесь уголь, и просто туда вот утилизируется весь исходящий продукт. Главное, чтобы печка работала, колесо крутилось, и лава у нас добывалась с бешеной скоростью, благодаря чему у нас этот танкер с лавой будет точно 100% всегда вечно полным. И мы сможем с помощью него задействовать и дорабатывать любые механизмы, которые нам только нужны. По факту, теперь точно 100% можно ту систему по выработке лавы из деревьев полностью носить, но не знаю, насколько это сильно-то и нужно. Ну а в этой серии мы с вами должны продолжить дальше развиваться по сборочке, и нас ждет, как ни странно, опечатанный кремний. Но для него потребуется маломальская подготовка. Все дело в том, что нам понадобится создать кремниевый пресс для высекателя, который делается из микросхемного металлолома, который в свою очередь делается из любой логической схемы и инвара. Любую логическую схему, я напомню, то, что мы уже с вами заимели. Эта схема была, наверное, добыта из какого-то метеорита, который уже фиг знает где находится, из-за того, что у меня тысячу раз мир крашился, и карта, видимо, у меня перегенерировалась. Но не важно, метеорит, по-моему, где-то вот в этом районе был. И главное, что благодаря этой схеме мы из одной сможем сделать две, а потом четыре, которые, в принципе, нам необходимы. Только вопрос в инваре, которого у нас пока что нет, но я думаю, это можно будет сделать очень даже быстро и скоро. Поставили импортный инвар, и начинает он потихонечку здесь создаваться. А мы пока будем работать потихонечку с теми запасами, которые уже есть. Получили мы две микросхемы. Получается, в камнерезе я уже могу сделать себе кремниевый пресс для высекателя. А второй, ну не знаю, той же самой вот этот вот механизм я сделаю, только для того, чтобы еще раз приумножить. И так я, получается, смогу его приумножать для бесконечности. Главное, чтобы здесь микросхемный металлолом у нас был. Благодаря чему я смогу сейчас сделать опечатанный кремний. По факту мне нужно только сейчас, наверное, автономный активатор скрафтить. Он у нас уже сделан. А также мне понадобится здесь депо, которое тоже у меня успешно подготовлено и сделано. То есть, получается, весь кремень отсюда должен попадать в механическую руку. Вот так вот, готово. Вру-вру-вру-вру-вру. Получается, в руку у нас ничего попадать не должно. У нас кремень должен попадать на депо. А получается, рука должна находиться над этим безобразием и держать у себя вот эту вот пластину. Все, готово. Осталось лишь все это запитать вращающимся моментом. Получается, уже первая печатная плата у нас забралась здесь. И ее, по-хорошему, сразу бы нам куда-нибудь экспортировать отсюда. То есть, ее нужно как-то отсюда доставать и куда-то уже сразу девать. И вот наша первая опечатанная кремнем пластина. Но для того, чтобы это все работало в нужном нам формате, мы должны здесь в фильтр поместить эту самую пластину, чтобы только пластины отсюда у нас доставались. Замечательно, это все создается. Только мне не нравится то, что оно создается вот в таком вот режиме, в постоянном. Так что, пожалуй, здесь сделаем какой-нибудь маленький буфер. Буфер готов. И эта система пошла у нас успешно работать. То есть, на самом деле, нам такая бешеная здесь скорость не нужна, поскольку индукционная плавильня просто уже на данных этапах даже не справляется с скоростью, которую здесь рука делает из кремния кремниевые пластины. Но это не важно. Это в случае чего можно будет потом подправить и исправить. Главное, что мы сейчас с вами выполнили успешно вот этот квест. Дальше нам предстоит сделать флешку. Для того, чтобы сделать флешку, нам нужен последовательная сборка. То есть, нам нужно печатать аналогический пресс. Для этого нужно сделать флогический пресс и сделать небольшую линию конвейера. И, судя по всему, как я посмотрю, нам нужно также где-то брать золото в бесконечном объеме. Это можно будет... Пу-пу-пу-пу-пу. Так, ну, единственное, что мне сейчас переходит в голову, то, что мы отсюда, получается, с помощью делителя напополам делаем ответвление в эту сторону и здесь делаем производство золотых микросхем как-нибудь чудным образом. И дальше потом будут другие микросхемы, потому что у нас же есть, помимо логических, есть еще вычислительные, которые создаются вот так вот. И на них такая же схема нужна. Хотя, судя по всему, тут нужен такой же редстоун, такой же обработка в прессе. Что-то не пойму я немножечко, как это все должно работать. Главное для нас сейчас это все собрать, а уже потом только думать. Начнем по порядку. Нам нужен логический пресс. Логический пресс мы делаем. Механический пресс мы делаем. И дозатор я тоже с вами сделал. Здесь вот где-нибудь, допустим, здесь должен стоять латунный тоннель, из которого у нас, получается, все опечатанные кремния будут делиться на две равные части. Первым идет у нас, получается, рука, потом дозатор, потом пресс. В руку руке мы даем вот эту вот пластину. И по-хорошему, это что-то собираться сюда должно, в обычный драйвер. Так, готово. Получается, осталось лишь вот сюда вот нам бесконечно подавать жидкий редстоун, но пока я ничего мне не придумал, как использовать вот этот вот тангер. Сюда он его заливает, и хорошо. Нам, получается, здесь нужен не пресс, а здесь нам нужен сразу опечатанный прессом контур. Я должен здесь, получается, сделать литейный стол. В литейный стол я должен выплавить золото. И золотые пластины я залить должен вот сюда только. Сейчас исправим. Получается, сюда воронка, сюда стол. Здесь у нас емкость для плавления. Здесь у нас, получается, бак, который будет плавить. Сюда мы помещаем пресс-форму, воронку. Здесь должен стоять жидкостный бак, который дает сюда топливо. И все, получается, это у нас работает. Как только я сюда сделаю, опять-таки, воронку и загрузку сюда золота. Самое сложное, наверное. Пока я честно вам сказать, ничего умнее не могу придумать, как только брать бесконечное количество золота вот из этой фермы. Но, как вы можете видеть, по количеству инвара, которое здесь копилось, золота ждать в больших количествах не стоит. И для того, чтобы это все работало, нужно какие-то прям реально гигантские фермы строить. Для того, чтобы это все работало в непрерывном формате. Но это, по-моему, какой-то бред. По-моему, должны быть более лучшие способы. Я пока что себе сейчас выключу эту плавильню. Пусть у меня копится серебро. Дальше мы что-то другое будем придумывать. У меня в сундуках было какое-то количество золота. Я думаю, этого пока что хватит. Закидываем его сюда. И должно почти все плавиться. Конечно же, я забыл о главном. Поставить сюда рычаг. Все, поехало. Я надеюсь, же форма многоразовая. Да, супер. Она сюда загрузилась. Теперь у нас, по идее, все должно точно функционировать. Я на это надеюсь. Платунная воронка. Все. Как только у нас здесь вот заканчивается пресс-форма, у нас дальше ничего не идет. И это хорошо. Единственный небольшой нюанс у нас в том, что сейчас очень скоро и эффективно может закончиться здесь редстоун. Мне очень не хотелось бы этого, но такое может произойти. Главное, что у нас все это сейчас производится. И стак вот этих вот логических процессоров у нас произведется. А как только он произведется, мы сможем сграфтить все на свете. Нам здесь сейчас нужно, получается, сделать лишь оставшуюся флешку. У меня кобальта где-то гигантское количество здесь имеется вроде как. Надеюсь, я хотя бы слиточек. Вообще ни одной руды кобальта. Такой подставы я вообще никак не ожидал. Придется идти в ад, чтобы копать кобальт. Это что-то с чем-то, конечно. Я, конечно, накопал, но этого будет маловато. Смотря для чего. Чтобы скрафтить флешку, самое то. Чтобы сделать улучшение для инструментов, конечно, маловато. Ну, да и ладно на самом деле. Главное, все это сейчас переплавить. Готово. Железо. Та-дам. Флешку мы сделали. Сразу, чтобы не распыляться, я хочу сделать здесь себе, вот здесь вот, обновленную флешку. За которую я плачу 7 золотых монет. Но теперь эта флешка у меня бесконечная. И я смогу ее использовать в бесконечных крафтах. И мне не нужно будет теперь переживать, чтобы как-то потом ее пере реализовывать. Сейчас же мне здесь предстоит сделать расчетный механизм. То есть, получается, два опечатанных кремния и флеш-накопитель. В принципе, очень даже легко. Даже легче, чем я думал. Но где-то тут должен быть подвох, наверное. Подвоха я не замечаю. И идем все это крафтить. А вот и подвох. Я его нашел. Нам понадобятся индуктивные механизмы. Для того, чтобы это сделать, мне придется сделать еще одну эндер-систему. Ну, потому что, серьезно, отсюда туда эти эндер-механизмы. Ну, зачем оно и мне это надо, по факту? Систему сбора здесь я организовал. Индукционный механизм у нас складируется. И останется мне сделать здесь все остальное. Ну, и как-то так выглядит итоговая наша схема по добыче, производству этих самых расчетных механизмов. У меня произошел какой-то баг. ОБСК решила резко перестать записывать. Такое случается. Но, главное, я вовремя это заметил. Ничего критичного не произошло. Мы с вами начали здесь производство расчетных механизмов. И нам теперь нужно сделать потоковый корпус, который крафтится из свинцовой пластины и чернита. По идее, это должно быть несложно. Потоковый корпус мы делаем. Пока вы это в единичных экземплярах. Но, насколько мы знаем, насколько я знаю, потом этого будет просто очень много. И мне контроллер сделали. Дальше. Получается, это все мы, конечно же, забираем. Это все драгоценные материалы, которых так не хватает нам. Теперь, дальше, что получается. Нам нужно сделать экспресс-схемотехнику. Здесь, в принципе, говорится о том, о чем я говорил. Здесь нам предлагают сделать полуавтоматизацию по созданию всех этих микросхем. С логическим контуром, если проблем нет, с алмазами будет посложнее. Но, тем не менее, это мы можем с вами сделать. И то же самое с инженерными процессорами. И, получается, на этом у нас завершится целая четвертая глава. Давайте сейчас в полуавтоматическом режиме это сделаем. Как нас здесь просят. Нам, получается, здесь нужен лишь вычислительный и инженерный. У меня здесь не так много алмазов, к сожалению. И я не знаю, как эти алмазы брать. Где мне их брать? Ну, 32 штучки, я думаю, хватит. Кого я обманываю? На самом деле, конечно же, мне не хватит 32 штук этих алмазов. Будем обходиться тем, что есть. Ты здесь еще не переплавляешься? Да ладно! Здесь хотя бы медь переплавляется. И на том спасибо. За кадром прошло даже слишком много времени. И за это время много что успело поменяться. Я тут усидел, пытался разобраться со всеми нюансами, которые здесь нам предстоит. И в итоге эта ферма сейчас выглядит вот таким вот образом. Здесь я достроил первонаперво систему, которая помогает мне вырабатывать жидкий редстоун. Все это помещается в эндертанг, который туда, если что, поставляется и перерабатывается. Здесь у меня, если что, есть опять-таки хранилище лишнего небесного камня, который позволит мне все здесь сделать в нужных мне объемах. К сожалению, не все тут идет так, как мне нужно. Процессоров здесь слишком мало и хотелось бы их, конечно, большее количество, но, к сожалению, не все получается так, как мы хотим. Главное, что пока я это все сделал, здесь у меня накопилось более чем 6 стаков расчетных механизмов. В принципе, меня такое количество устраивает и меня более-менее устраивает скорость, которую производятся у меня процессоры. Но, опять-таки, я считаю все же этой скорости маловато. В связи с чем? Я начал здесь небольшую модернизацию по ускорению процесса производства. Здесь, получается, вместо одной индукционной плавины теперь стоит две. Но самое главное, что я открыл для себя, это мод PrettyPipes. Просто офигительный мод, самый лучший, наверное, который мог только придумать создатель этой самой сборочки. Здесь есть трубы, которые у нас, получается, размещаются, и эти трубы способны передавать предметы. То есть это буквально замена конвейером. И почему я раньше не обнаружил, что здесь есть эти самые трубы, я не знаю. Но благодаря им можно просто очень много всего упростить на нашей базе, что позволит просто избавиться невероятным образом от всех движущихся частей. Также мы можем без проблем создавать модули высокого извлечения, модули повышенной емкости. То есть модули, которые ускоряют передачу предметов. А все потому, что мы достигли с вами эры эндерюмных машин. И это все делается просто нелегчайшим образом для нас. По факту здесь просто нужно разместить трубы. А верхнюю трубу, которая, получается, выполняет роль извлекателя, нужно поместить необходимые нам модули. Также здесь можно что-то настраивать. В общем, очень безумно интересный мод. И да безумие простой. Обязательно, как в следующий раз, будет возможность им попользоваться. Я объясню, что да как с ним поподробнее. Единственный нюанс здесь, что у нас здесь происходит. Все упирает в плане скорости производства только в эту индукционную половиню. Ее мы можем как бы ускорить. Это не проблема. Придется также ускорить здесь и магмовый генератор. Вроде бы в него тоже расширители можно засунуть. И в таком случае она должна работать в удовлетворяющем нас режиме. И мы будем надеяться, что так хотя бы это все будет более-менее работать. Пока я не знаю, стоит ли это делать. И напишите свое мнение по поводу этого в комментарии. Здесь же, как вы можете видеть, я отказался от системы, которая нам пережаривала это все благодаря обожженному топливному резервуару и лаве. Здесь у меня стоит магмовый тигель, который по идее занимается тем, что плавит предметы, как ни странно. И здесь с помощью этого тигеля я смогу, получается, здесь расплавлять различного рода материалы. Например, я здесь могу расплавлять алмазы и перерабатывать их в разного рода процессоры. Так я получил инженерные процессоры. И также я уже сделал вычислительные процессоры тоже. Получается, квест таким образом должен у нас завершиться был. То есть я сделал их каждого по типу, кроме золотого, к сожалению. Опечатанный, ничего сложного, просто медь. Здесь у нас алмазы, которые должны быть в расплавленном виде, я получал с помощью тигеля. Я понимаю, что здесь я получаю примерно в два раза меньше, чем получал бы при переплавке. При переплавке я получаю одну драгоценность, а при магмовом тигеле я получаю 144. Но и при использовании магмового тигеля нам не приходится использовать различного рода топлива. Нам не придется убивать ифритов и что-то с этим как-то заморачиваться. Главное, что это все у нас без проблем работает. И, пожалуй, меня такой вариант устроит. Единственное, меня что не устраивает абсолютно, то что у нас нет алмазов. Единственный способ, как получать эти алмазы, я могу придумать сейчас себе, это их покупка. Но покупаются они очень задорого. То есть где-то 64 монетки это один алмаз. И то есть сначала из монеток нужно сделать золото, а только потом уже покупать алмаз. Что приводит к нас мысли, то что вот эту всю систему по-хорошему нужно продублировать здесь еще раз. И только в таком случае меня, возможно, будет удовлетворять скорость, с которой у нас производятся монетки. Это очень проблематично, конечно же. Но ладно, будем делать посмотреть. Сейчас для завершения квеста мне останется сюда вот только кинуть немножечко золота, для того чтобы это все началось переплавляться и отливаться. Здесь вот получается, с помощью помпы это должно, все золото автоматически поставляется сюда. А здесь у нас должен быть, по-моему, вычислительный процессор. Нет, там банул логический пред для высекателей, тут должен лежать. Надо успеть забрать. Вроде как забрал, но квест не выполнился. Успел я забрать этот опечатанный кремний. Мне его нужно было забрать только для того, чтобы выполнить ачивку. И так я получил три опечатанных кремния. И так я получил три процессора. И мы смогли с вами целиком и полностью, получается, завершить четвертую главу. Это победа, ура! Дальше у нас, получается, идет цифровое отделение. И здесь нам, по факту, говорят то, что это последняя глава. И мы постепенно подходим к финалу, где нам предстоит в космос запустить ракету, как ни странно. Но я думаю, то, что разбираться с этим и много с чем другим мы уже будем с вами в следующей серии. Ну а пока на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда. Ваш покожий слугам Амору. Еще услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok